Итак, продолжаем наши видео уроки для детей под названием «Леонардовские игры». Наш следующий урок называется «Эзотерический почерк». Для начала, для разминки, мы посмотрим, какие у нас могут получиться фантастические животные на основе вот такой, например, вороны. А если у нее будет, например, задняя часть тигра, это уже будет какой-то тигроворон. А если у нее будет спереди ворона, в центре будет какое-то насекомое или оса, а сзади туловище тигра. Это будет ворона-оса-тигр. Итак, эзотерический почерк. Переворачиваем лист бумаги, второй и... И мы, художники Елена Ильичева и Владимир Ильичев, рассказываем вам, что иногда нам надо что-то записывать очень быстро. Вот засекаем время, когда мы пишем обычным почерком имя нашей любимой внучки. А-на-с-та-си-я. А вот мы очень быстро это же имя напишем эзотерическим почерком. Вы понимаете, что мы вырабатываем такой почерк, который называется палочки дождя. Вот они, палочки дождя, как дождь падает. Для того, чтобы очень быстро записывать свои мысли. Ведь Леонардо да Винчи ложил рядом с собой книжечку, когда засыпал. И когда ночью ему какие-то мысли приходили, он брал и записывал их вот такими палочками. Допустим, вас зовут Анна. Вот и пишем палочками такими поперек. А, опять две палочки Н, опять две палочки Н, и опять две палочки А. Получается, что если мы научимся делать вот такие палочки дождя в одном направлении, и только будем поперечные какие-то ставить, да, даже буква О, кто-э-то-при-шо-о. То есть, во-первых, мы достигаем очень быстрого написания любой мысли. А, во-вторых, мы очень легко позволяем другим людям читать наши слова. Вот, допустим, у Анастасии и у Анны очень интересная фамилия Торопицыны. Это две наших внучки. И давайте мы напишем быстро слово. Вот ей надо очень быстро написать свое имя. И мы пишем Анна Торопицына. Видите, как быстро. А если бы я писала вот таким почерком, я бы еще долго-долго-долго это все старалась. Еще одно, еще одно привилегия этого действа, то, что вы можете назвать этот почерк непослушным. Территория непослушания в школе, да, очень развита у детей. Когда дети, ну, как вам сказать, они хотят слушаться всех учителей, да. И вот учителя требуют, чтобы дети очень быстро записывали, конспектировали то, что они говорят им, какие они знания им дают. Вот. И этот почерк можно назвать территорией непослушания. Так и пишем, да. О, запомните этот почерк, он вам пригодится всю жизнь. Это было, кроме всего прочего, и задание на внимание. Кто из вас заметил ошибку? Правильно. Пишется не изотерически, а эзотерически. Э. Буква. Исправляем. Я думаю, что вы были очень внимательны. Исправим. 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 Исправим.